Вход по сторонним строго запрещен, но подсмотреть через окно все же можно. Операция за стеклом проходит прямо в день официального открытия центра. И сразу сложный случай. Мужчина поступил в экстренном порядке с коронарным синдромом. До этого он уже пытался сделать операцию за границей. Там медики не справились с непростой анатомической задачей. Но в Пятигорске хирурги все сделали правильно и успешно установили три стента. Это позволило преодолеть критическое состояние. Все, как говорится, кончилось нормально. Там прекрасно имеется коронарограмма, которая показывает сужение сосуда свыше 90% в двух местах. Критическое сужение. То есть это приводило к приступам стенокардии. И сейчас уже все восстановлено. Кровоток идет нормальный, больной себя чувствует хорошо. Коронарное шунтирование, стентирование, точнейшая диагностика и ювелирная помощь при инсультах, инфарктах, сбоях кровообращения мозга. Раньше все это было доступно только в Ставрополь, где уже действует аналогичный сосудистый центр. А дорога в несколько часов большой риск для тяжелых сердечников. Именно из краевого центра в Пятигорск приехали многие специалисты. Но есть и медики из более далеких городов. Иван Болотов вместе с двумя коллегами раньше работал и жил в Санкт-Петербурге. И до сих пор ни на минуту не пожалел, что сменил северный климат на южный. Я и два хирурга, мы приехали из города Санкт-Петербурга. Все проходили там интернатуру. Продолжительное время работали в региональных сосудистых центрах различных, именно города Санкт-Петербурга. Ну и все мы переехали сюда. Да, нам есть чем сравнить. Я вам так скажу, что и климат в Пятигорске лучше, и даже в чем-то более здесь обеспечены в плане оборудования, расходных материалов. Сосудистый центр создали в рамках нацпроекта «Здоровье». В день открытия сюда приехал губернатор Владимир Владимиров. Он осмотрел новый корпус, пообщался с медиками и рассказал, что в планах есть открытие подобных центров и в других территориях Ставрополя. Это сохранение жизни, это самое главное. Дай бог, чтобы у нас дальше получалось, мы еще два сердечно-сосудистых центра таких создадим в крае. И уже сегодня начинаем работать в Буденновске. И я думаю, еще один или в Светлограде появится. Может быть, где-нибудь сюда, в эту сторону движемся. Ну, может, в Курске расположим. Но еще по четвертому непонятно, где будет. В центре установили современное оборудование. В том числе компьютерные томографы, аппараты УЗИ экспертного класса, ангиограф последнего поколения. Многие приборы уникальны для Северного Кавказа. Этот предмет, похожий на тренажер, на самом деле медицинский прибор, велоэргометр. Он тут для диагностики. Показывает, как сердце ведет себя под действием нагрузки. Все просто. Садишься и начинаешь крутить педали. Со временем педали тяжелеют. Тяжелеют. Нагрузка увеличивается. Неизбежно увеличится нагрузка и на сам сердечно-сосудистый центр. Здесь уже провели первые операции. А в год планируют осуществлять до тысячи редких хирургических вмешательств. И это только высокотехнологичные операции. Также ежегодно будут делать 800 манипуляций по стентированию сосудов и 250 по установке кардиостимуляторов. Техника и кадры позволяют проводить все процедуры с максимальным успехом. Впрочем, сами медики любят повторять. Самая удачная операция – та, которой удалось избежать. С легким сердцем вернулись из Пятигорска Леонид Нечапуренко и Сергей Трегубов.